доброго времени суток уважаемые подписчики и дорогие гости канала квант вы снова у нас вы снова у нас в гостях и снова у нас прекрасная подводная лодка у 4501 и догадайтесь кто ну наверное вы прочитаете название да именно тенитун ну даже не стоит говорить чтобы это был очень хороший и так что у нас тут огненная земля балцы д д д трава хорошая название для клана пегас про сколько вообще жиром вы посмотрите сколько жира 5 линкоров крейсера вот конечно спорно но 5 линкоров это то что надо то что надо это прям вообще так мы на правом фланге марсо решил нам помочь друзья всегда говорю нам потому что но я сопереживаю соучаствую хотя бы так ну и наша прекрасная игра смотрите какие виды тут еще стал нету почему-то рыбов не видно лучше бы конечно колбасов сразу но рыбов тоже пойдет ну в общем кто-то куда-то идет мы море по марсу господи и подводка красотища как я люблю это дело когда вот так вот прям ее раз шума перед гатором зараза о солим решил нас побомбить слова там блять когда я тут чуть материться я же готовлюсь к стримам друзья путь все пытаюсь организоваться сделать но мой французский блин выбивает меня выбивает друзья я не знаю какие-то будут стримов то есть там то ли запикивать потом то ли чё даже не знаю как это будет делаться когда я вижу такое про просто понимаю что у меня как я не знаю прям кровь на клыках выступает когда я вижу такое ой какой я бурдалаком сразу ужасным наверное кстати от мансит есть такая вероятность и кремль тут что может быть лучше только три кремля и крюфюст три кремля и крюфюст нет от мансит от мансит нет засасывает все четыре вчера на трешере лучше было там так барабаном как молотком постучали кувалый такой огромный кстати тинетун чьи ролики и чьи бои мы смотрим категорически не против если вы это будет обучающим видео он прям это говорит у нас в плановом дискорде мы на эту тему обсуждали по крайней мере последние два дня он говорит блин так пожалуйста учитесь учитесь вот она вам обучающая виде что может за вас еще прийти поиграть что ли на подводной лодке почему вы не хотите это делать почему вот он обращается к тем что кого он топит примерно лиса с курицей общаются они таким образом лиса с курицей хорошая у меня аллегория ну в общем пожалуйста смотрите учитесь как противодействовать подводным лодкам но тут не только вот почему вот к чему вообще всего начался разговор разговор начался с того что какого хрена нерфит подводные лодки за что у вас прекрасные авиаудары что вам еще надо учись играть команды один светит там с гапом там пятое десятое вот кремль с перфом и там вот кто-то кстати берет точку но это вот кинету на кстати надоело в ту сторону разворачивать да и правильно плюс салим с релеской вот эти четыре лодки это то там берет наверно это подводка не совсем взлетит но по крайней мере можно об этом разговаривать марсо бляхом ухо это был марсо красавчик нет не дойдут до него торпеды и наверное ну с такой скоростью не мудрено 64 правда висит наверно так вот учитесь противодействовать тени тут же не для кого это не делая там секрет блять или что-то еще. Пожалуйста, играйте. Вы не хотите это действовать. Утопите Тенетту, но в конце-то консов кто-нибудь. Или когда-нибудь. Ничего себе торпел за него. За Марсу. Вы этого не можете сделать. А у вас все для этого есть. По крайней мере, разработчики так считают, что у вас все для этого есть. Есть прекрасные удары. Их продлили. У того же Агайо там и у Тундера, по-моему, до 11 километров. Что вам надо? Я точно не знаю. Не смотрел давно. По крайней мере, об этом была речь. И где-то на слуху это было. Ну не можете ему ничего сказать. Ну ладно. Не будем о грустном. Что называется. Крест не попадут. Нет, скорее всего, от Манси. Но у нас есть одни кормовые аппараты. Торпедные. Обнаружили. Вот, что-то летит. Блядь, не попадает по какой-то причине. Что происходит? А вот сейчас, кстати, наверхи прокачивается... Ой, пху, наверхи, да. Крейсер аж с 20 торпедами. Так, там что было? 5 на 4. Да, 20. На одну сторону. Если он успеет развернуться, это будет вообще 40 торпед. Он засевает всю эту площадь. И вы почему-то убедете его, покупаете. Да вы должны возмутиться. Если уж так на это дело пошло. Вы должны возмутиться и сказать, блядь, это ужас какой-то. Занерфите там гемогири, шимакас. Блядь, у них столько торпед. Давайте их нерфить. А вам почему подводки не нравятся? Какие прекрасные лодочки. Ф... ФЕБ. Что там материться, а что материться? А, так он утонул. Ну, бывает. Бывает. Ухо вспомнил. Чего их вспоминать? Когда смотрю на игру и комментирую игру Тинью Туна, меня почему-то на откровение бросает. Ну, или какие-то мысли такие у меня в голове в этот момент происходят. Вот сейчас я про нерв подводных лодок возможный там или постоянно обсуждаемый вспомнил. Вчера говорил о том, что какие прекрасные у нас режимы есть. Это сопровождение дирижабля и... Ой, прости господи, волчья стая. Шикарные. Ну, все, Тинью Тун без урона остался. Всех разогнали, но ничего не осталось. Это просто катастрофа. Ни одного фрага. Да что это за игра такая, блин, вообще неинтересная даже. Все разбежались куда-то. Еще блогеры часто вспоминают игрока клана Кван Тинью Тун незлобливым, добрым словом, что он является для них учителем. Ну, понятно, после таких стримов все как увидят Тинью Тун и все разбегаются. может быть наоборот, сказать, что он плохо играет. Не с такой бы скоростью мы же убегали или не успевали бы. Шучу, конечно. Ну, смотрите, весь фланг куда-то делся. Я думаю, Тинью Тун не сможет никого догнать. Ой, блядь, что же за игра-то такая? Кого тебя нерфит, кого-то не нерфит, кто-то недовольный, кто-то пьяный в игру приходит, потом возмущается, блядь. Заостровная братья, блядь, это прекрасные люди, которые не умеют играть на чистой воде, блядь. Ждуны заостровные люди нетрадиционной ориентации. Ой, господи. Не получится у меня, наверное, ничего со стримером стало. Не смогу я вести стрим, меня постоянно будет всего-то прилетать в такие вот монологи, да, нелестные комментарии по прекрасных людей. Ну, так это положительно настраиваться, пускай даже там на тяжелый, на проигрышный возможно бой. Как-то с позитивом, блядь, у меня это не получается. Сейчас, наверное, они пойдут все в пятером в атаку. Лев, Юр, Слава, Салем и Тундер. и тут будет у нас уже сафари. Ну да, я же говорил, вот это прям хорошо. Что, 64? Да, есть, 65. 65. Что, встал-то? Привычки. Островов-то нету, дружище. Что, встал? Красавчик. Мне одна не попала из первого игры. Ну, ничего страшного. все-таки хорошего сделали в эту лодку, 4501. Блядь, он и наш враг. Че за жизнь такая, блядь, вообще капец как это. КОНЕЦ ныряй, 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 надо нырять. И не ныряй. Ну-ка, слева торпеды разбудились. Нет, минуты пошли. Ладно, ничего страшного. Сейчас доберутся. Вот же, блядь, извините за мной французский, прекрасные люди какие. Ждут, пока заходят для торпеды от Тинетун, а потом начинают блядь, блядь, оборудки. Да, интересная теория, блядь. Ну, либо совпадения, но я не думаю, что-то совпадение. Один фрак, капец. нет, не доберет. Скорее всего, все шесть зайдут. Таким прям хорошо. Нет, доберет? Нет. Да, ё-моё, блядь. плава. Ну, Хлава лишило, что называется, упород свинила. А, сбросил, красавчик! Ремку сбросил, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, сложно не разглядеть хорошего мира друзьей. Ну чё, дуэль. Ну чё, 10 торпед, ну вряд ли 10 попадут-то по теории вероятность. Да, дадут бить и камеру. Нихрена не видно. Ммм, да. Красотиша. Нет, эти не довернут точно. Слишком круто. Да, все мимо. Наши команды близка к победе. Низкий заряд батарей. Ну это капец. Да. Все там, по крайней мере первые две больше не надо. Нет, еще надо. Ничего себе. Ох, как тяжело мне наблюдать за такой красивой игрой. Аж дышать перестал. Три минуты. Ну мы выигрываем, но как бы так. Жиденько. Надо кого-то еще контракупить. Машинка кого-то заболняет. Захватить указанную точку. О, блин. Чё я сижу-то? А, он в габс собран минотау. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А здесь чё-о-о? А, ну вот она эта, китаками. С 40 торпедами Как она их бедная везет Так можно и просрать, извините за мой французский Да, у Минотавра какой Да, неприятный Кстати, только-только хватило времени развернуться Это так, на всякий случай Обмонтил все, смотри какая зараза Ну тут кто-то убегать Я считаю Под какой прекрасный игрок, смотрите А вот эти доворачиваются Хе-хе-хе Десять тысяч хилка пошла Тревожные Не знаю Даже не получится О, вот это прям не в ту сторону Руляку схватанул брат Кир Будь тебе, извини, дружище Ай, блин, да что ж такое-то Только по одной торпеде изверх Посмотрите Прекрасные игрока Посмотрите Прекрасные игрока Прекрасные бриться Вражеский кресел Сменя причитается Вот так Будьте Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один Победа Четыре фрага Красивая Выстреленная Победа Даже шимка живая Осталась Нифига себе Вот так вот Двести Девяносто одна Тыша Ну вот так вот Немножко серый Ну и первое место, друзья Кому не понравилось Лайк Подписка Кому понравилось Матерный комментарий Но не только не наоборот Наоборот точно не надо Ну в общем Если много наболтал Извините, друзья До новых встреч До свидания